Добрый день, друзья! Я Константин Соболев, поэт, писатель, автор 21 книги. С возрастом, а мне уже 61 год, начинаю тянуть в детство, в родной поселок. Детство мое прошло среди природы. Рядом был Байкал, речка Баргузин, моя любимая бабушка Пана и дедушка Тимофей. Дед Тимофей был фортовый рыбак на Байкале, бригадиром. Я сегодня почитаю вам рассказ, который называется «Как я подстригал бабушки ногти». Это рассказ о моем детстве. К сожалению, все мы живем с закрытым сердцем, мы немножко трусоваты, робость мешает нам выразить любовь к нашим близким. И вот в этом рассказе, «Как я подстригал бабушки ногти», я постарался передать мое детство, отразить мое детство. Ну, давайте, послушайте. Сухая, высокая, в молодости на стене висит большая фотография красавица с толстой косой. И теплая, теплая. Я хоть не девчонка, но сплю с ней. Правда, это держится в большущем секрете не только от Вовки и Петьки, моих друзей, но даже от тети Клавы и дяди Гриши. Им говорят, сплю с дедом. Спать с бабушкой хорошо. Ночью в доме темным темно и холодно. Хотя печку топим дважды. В зале, в углах, даже лед. Бабушка ставит в углы заливное из большущих и кряных окуней. В черной темноте всю ночь что-то поскрипывает, вздыхает. Это мохнатый домовой. Одиноко бродит по дому и стучит палочкой по стенам. Проверяет, не гниют ли бревна. Бабушка говорит, он скучает по старому месту. Дом сначала стоял на той стороне реки. Но из ожидаемого затопления, когда строилось ГЭС, поселок перенесли на эту сторону. Дом разобрали, пометив каждое бревно римскими цифрами. И переплавили сюда. Зря разбирали. Надо было столкнуть воду. Он бы как пароход и поплыл. А домовой был бы капитаном. Не дали порулить. Вот он и сердится. Стучит ночами. Тяжелое одеяло холодное, но бабушка теплая. Я жмусь к ней, прислушиваясь одним ухом. Куда пошел домовой? А, на кухню. Там заскрипело в шкафчике, где стоит пирог. Домовой, а сладкоежка. Вот кто недавно открыл край у Кшаньги, а совсем не мыши. И зря дедушка мышеловку поставил. Спрашивал у него, а вдруг домовой попадет? Дед говорит, не попадет. Он глазастый. А здорово бы его поймать. Разглядеть хорошенько. Отпустить, конечно, потом. Бабушка пахнет тестом и коровой. Доила вечером. В зимовее в уголке привязан теленок с гладкой и мягкой шерстью. И большими, как блюдце, глазами. Нос у него широкий и часто в молоке. Совсем еще маленький, глупый, не бросится в туалет. Стоит и прудит на пол. Бабушка пулей за горшком. Интарная струя звенит. Теленку любопытно. Он поворачивает голову на звон. Он отходит и струя мягко шумит в сене. Бабушка вновь пулей горшку подставляет. Отец рассказывал, жил когда-то давным-давно грек. Чуть постарше меня. И вот захотелось ему победить на Олимпийских играх. Начал он тренироваться. Носить на плечах такого же, как наш Борька теленка. Рос теленок. Рос грек. Вырос, стал большим, сильным, как дядя Гриша. Вырос и бык. Огромный-преогромный. Лежит на плечах у грека. И как глянет на народ черными глазищами. Народ в рассыпную вдруг слезет с плеч. Забодает. Я деду сказал, буду Борьку носить. Но дед не дал. Да что его слушать? Боится, что заборю. Раз, когда бабушки с дедушком в зимове не было, залез под Борьку. Хотел поднять, поднатужился. Тяжел. Надо бы раньше, пока не подрос. И вдруг чую, тепло на спине стало. Ах ты, леший, опрудил. Бабушке ничего не сказал. Переодел рубашку, а опруженную в баню на стирку. Темнота мохнатая, дышит холодом. Бабушка спит. И дед спит. Что-то бормочет во сне. Хорошо ему. Никого не боится. Рассказывал. Раз рыбачил на корге. Поставил сеть и костер разжег. Чай сварил. Звезда синий над Байкалом пылает. Стал только чай пить, глядя, перед ним старичок. Маленький, седенький. Дед и говорит. Садись, мил человек, со мной чай пить. А старик захохотал и вмиг вместо него ягненок. Такой же, как старик беленький. А потом и ягненок пропал. Но дед не испугался, не уплыл к бабушке. А стал чай пить. Утром смотрит на песке следы от копыт. А человечих-то нет. А еще рассказывал. Так же вот сидел у костра. Слышит со стороны болот. Бабы поют. Голубицу что ли собирают? Да какая же ночью голубица? Поют, а слов не разобрать. И все ближе, ближе. Сейчас выйдут к костру. Дед даже встал. Не видно. Здесь черемаха, сосенки, кедринки. Как темные тучки. Да летучие мыши порхают. А поют. Поют совсем рядом. Потом пение стало отдаляться. Вот диво. Подумал дед. Хотел было спать. Даже доху растерил. А пение вновь ближе, ближе. Даже что-то забелело на песке. Дед пошел. И не боится же. Навстречу. А пение вновь отдаляется. Отдаляется. Будто завет за собой. Так всю ночь и не спал. Нет, не боялся. Пение слушал. Хорошо пели. Только вот слов не разобрал. Бабушка говорит. Русалки это были. Деда заманивали. Он тогда еще молодой был. Вот они позарились на его красоту и силу. Раз в неделю по субботам, когда моемся в бане, я подстригаю бабушке ногти. Сама она нагнуться не может. Бабушка ставит ноги в таз с горячей водой и зачем-то бросает туда листья от березового веника. На больших пальцах ногти у нее толстые, похожие на маленьких черепашек. Я беру острые, наточенные дедом ножницы и стригу. От березового пара с меня каплет пот. Стригу и думаю. Сейчас бабушка на крови накроет стол. Достанет из кладовки хворост, вафли, сладкий пирог. Нальет деду брашки. И я тоже немного отопью из пол-литровой банки. Брашка пенная, сладкая, но много мне еще нельзя. Опинею. Раз отлил из большой бутылки в банку. Отнес Вовке с Петькой. Они выпили и проспали, насиновали до вечера. Встали чумные, все в сене. А Богу, его зовут не по-нашему, Христос. Родные, говорит, бабушка, тоже ноги мыли. И, думаю, ногти ему подстригали. Спасибо, друзья, что вы послушали мой рассказ о моем детстве. Вот из этой книжки «Лохматая жуть». Надеюсь, что этот рассказ подтолкнет вас вспомнить свое детство. А детство с возрастом всегда греет нашу одинокую душу. До новых встреч!